Добрый вечер всем, друзья! Давненько не выходил на связь. Были у нас тут серьезные дела. Сегодня отличная погода, вышел немножко позагорать. У вас у всех вечерок. Давайте пообщаемся, если у кого есть вопросы. Так что пишите свои вопросы, будем общаться. Наслаждайтесь видом, наверное, приятнее смотреть, чем на мою небритую рожу. Ну что, хочу обрадовать девчонок. Я выпустил статью и видео, где рассказывал о силовых тестах для мужчин. О том, каких результатов нужно достичь, чтобы переходить на тренинг по периодизации, основанный на типе мышечных волокон. Гликолитических, окислительных, промежуточных. И сейчас вот уже готова и вышла статья для девочек, для девушек, для женщин. А скоро выйдет и видео. Привет, Ямалу! Так что, друзья, все очень хорошо. Стараюсь выпускать статьи и видео на интересующие вас темы. Обязательно пишите вопросы, которые вас интересуют, в комментариях или в личку мне. А лучше в группе ВКонтакте или на канале YouTube. И еще обращаю внимание, многие не знают, что на моем сайте я на вопросы не отвечаю. Поэтому, если у вас есть какие-то отзывы, пожелания, смело пишите их на сайте. Но если у вас есть вопросы, которые требуют ответов, то пишите их куда угодно, только не на сайт. Так, скажите, пожалуйста, в упражнении «Доброе утро» с какими упражнениями лучше сочетать и в какой последовательности для девушек? Друзья, «Good morning» или «Доброе утро» – это одна из разновидностей и схожестей с упражнением «Румынская тяга». Поэтому, когда вы уже отзанимались примерно год, наработали хорошую технику в приседах и в «Румынской тяге», можете переходить, обучаться очень грамотно, постепенно к упражнению «Good morning». И как раз-таки сочетайте его с приседаниями. Старайтесь делать это упражнение с относительно небольшими весами на 12-15 повторений, чётко контролируя технику. Тогда вы будете прогрессировать и убережёте себя от травм. А бег интервальный нужен всё-таки в отдельные дни. Сколько по времени и как часто? Есть лишний жирок. Никак не могу убрать. Уже 4 месяца. Друзья, у меня есть статья о интервальном кардио. Есть статья, которая называется «Похудение от А до Я». Настоятельно всем рекомендую ознакомиться с этой статьёй. Особенно тем, кто хочет сбросить лишний жирок. И рекомендую ознакомиться со статьёй «Инсулин». Именно со статьями, потому что информация в статьях воспринимается, усваивается лучше. А потом уже смотрите видео. Будете закреплять свои полученные знания. Интервальное кардио, интервальный бег лучше всего делать по той же схеме, которая указана в моей статье, в видео про интервалы. И делать, конечно же, в отдельные от силовых дни. Настоятельно рекомендую принимать после тренинга, как силового, так и интервального кардио, быстрые углеводы сразу же по окончании тренинга, ещё до заминки. Более подробно всё есть в моих статьях, друзья. Изучайте и в первую очередь сосредоточьтесь на питании. Потому что похудение, рельеф мышц – это вопросы в первую очередь питания. Тренингом мы только помогаем себе. И больше сосредотачивайтесь всё-таки на силовом тренинге, потому что он и затрат энергетических требует больше, и что самое главное, он будет сохранять ваши мышцы. Потому что кардио в первую очередь всё-таки гасит и воздействует на наши мышцы, нежели на жировые клетки. А мы всё-таки с вами хотим сохранять с таким трудом наращиваемые мышечные объёмы, и не стоит по глупости их сливать. Сколько углеводов лучше добавлять при переходе с сушки на массу? Сколько углеводов, если лучшие годы на массонаборе? Опять-таки отсылаю вас к статьям о питании, о похудении. И если вы будете придерживаться питания через призму инсулина, и углеводы ваши будут горками, как я описываю в своих статьях, это когда вы не сидите на безуглеводной диете или наоборот на массонаборе нажираете, гораздо лучше в плане жиросжигания и массонабора делать горки, когда вы определяете свою нижнюю планку по приёму углеводов в сутки и верхнюю. И плавно в течение 5-6, иногда 7 дней повышаете, а потом также в течение 5-7 дней понижаете. Соответственно, понижаете до минимум 30 грамм углеводов в сутки, а повышаете уже нужно находить эту цифру индивидуально. При таком подходе к питанию вы будете сжигать жир и накапливать мышцы. При этом, если вы хотите больше делать уклон в плане массонабора, то на верхней горке, когда вы поднялись на самый пик приёма углеводов, к примеру, 300-350 грамм в сутки, 2-3 дня можно сидеть на этой верхней горке перед тем, как начать спуск. Но если ваша цель более рельефное, сухое тело, то наоборот, один день сидим на верхнем пике, сразу же на следующий день идёт очередное понижение, а вот в яме сидим уже не 1, а 2, 3, иногда 4 дня и снова идём вверх. Самое главное делать всё очень плавно и постепенно, естественно, основываясь уже на своей текущей форме. Лучше всего это делать, делая фотографии раз в 2 недели. Потому что 2 недели – это тот необходимый временной отрезок, который показывает, работает то, что вы делаете или не работает. Причём как в плане массонабора, так и в плане избавления от жировых накоплений. Самое главное понимать, что чем плавнее, аккуратнее мы всё это будем делать, тем грамотнее, тем лучше и здоровее будет наш организм и наша форма в целом. Поэтому, друзья, никогда никуда не спешим. Всё делаем очень-очень плавно. Не забывайте, что резкие изменения – это очень нехорошо для гормональной системы, для и центральной нервной системы тоже. Большой стресс для организма в целом. Как в плане массонабора, так и в плане избавления от жировых накоплений. Всё это нужно чётко понимать и разделять. Главное самое на начальном этапе определиться, найти вот эту среднюю нулевую точку, когда вы не набираете и когда вы не теряете. Это достигается, конечно, только экспериментальным путём, поэтому нужно будет фотографироваться на этом этапе раз в неделю. Желательно, обязательно не селфи в купальнике или в плавках, если вы парень. Делать фотографии в полный рост при одном и том же освещении, ракурсе, спиной, боком и лицом. Сопоставляя фотографии, вы будете видеть, набираете вы или теряете. Когда вы придёте к питанию, что вы не набираете лишнего, но и ничего не сбрасываете, это вот идеальная нулевая точка. Эту точку, причём как в белках, так и в углеводах и в жирах, нужно знать каждому. От неё вы уже будете плясать, будете от неё повышать углеводы, а лучше всего эта нулевая точка должна быть примерным пиком потребления ваших углеводов. Но если вы на массе, вы можете добавить грамм 20, максимум 50 к этой нулевой точке, именно в общем количестве приёма углеводов. А когда вы будете понижать, то от этой нулевой точки будете понижать до 50-30 грамм в сутки. Надеюсь, с горками всё понятно и вопросов больше нет. А если есть, то, конечно же, отсылаю вас опять к статьям. Как правильно тренировать спину при сколиозе? Друзья, нужно делать всё то же самое, что делают другие. Единственное, не работая с супер тяжёлыми весами. Больше работать в таких тренажёрах, которые позволяют нагружать каждую руку, каждую часть тела отдельно. То есть, к примеру, есть тяги, когда вы тянете ручки, неважно, левую или правую, и работают обе. То есть, весь каркас тренажёра соединён, да? А есть, когда вы тянете правую ручку, и работает только правая отдельным рычагом. Вот лучше всего работать в таких тренажёрах, работать с гантелями. Повторяюсь, не используя супер тяжёлых весов. Работать больше в статодинамическом режиме, на окислительные мышечные волокна. И всё это пойдёт на пользу. Я видел, да и вы видели часто в интернете очень много примеров людей, не то что со сколиозом, а со страшными кривыми позвоночниками, дефектами от рождения, с которыми-то вообще просто страшно смотреть. Реально фильм ужасов. Но люди молодцы, они работают, они не сдались, не слушают врачей, что нельзя ничего делать. Вот, берите пример с таких людей, и тогда будет вам счастье и здоровье. Никогда не ставьте крест на себе, на своих тренировках. В ступенях гиперэкстензии также делать лёгкими и тяжёлыми. Или постоянно с одинаковым весом. Хороший вопрос. Давайте сначала разберёмся. Гиперэкстензия – это когда корпус закреплён, а двигаются ноги. Экстензии – это когда ноги закреплены, двигается корпус. Вот, экстензии мы делаем в начале тренировки, а гиперэкстензии мы делаем в конце тренировки. Для гиперэкстензии два варианта. Когда вес более тяжёлый и меньшее количество повторений. Правильно, нужно чередовать от тренировки к тренировке. Когда в следующий раз вы будете делать более лёгкий вес, но увеличивать количество повторений. С экстензиями всё гораздо сложнее. Потому что есть 4-5 разных видов экстензий. И если вы не знаете, какие, я вам рекомендую найти мои видеоролики, посвящённые экстензиям, и начать выполнять все 5 вариантов. Тогда будет вам счастье и здоровье. Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в тренировках на развитие силы нужно делать гормоно-выбрасывающие упражнения? Такие присед, становое и так далее. Друзья, ну если вы видите мои силовые программы тренинга, то они и состоят-то в основном из приседов и становых тяг, как базы, как основы. Плюсом идут подтягивания, отжимания от брусьев, естественно, тоже с дополнительным весом на 5-6 повторений, если вы парень, и на 8-10 повторений, если вы девушка. Поэтому вопрос здесь немножко некорректен. Сначала посмотрите мои программы тренинга на силу. Лучше всего, конечно, это все в моей закрытой платной группе. Найдите людей, кто уже вступил в эту группу, спросите, стоит ли это делать. Кстати, закончился льготный период, когда можно было приобрести вступление в группу за 160 долларов. Поэтому, друзья, сейчас уже стандартная цена 250 долларов за вступление в группу. Но у нас там уже почти 140 человек, все ребята очень довольны, все прогрессируют, все пишут, все радуются. Чем, естественно, радует и меня. Я доброе утро делаю перед становой или румынской, как разминочные упражнения. Это правильно? Нет, это неправильно. Становая должна быть первой, первым упражнением. И не стоит делать румынскую тягу и гудмонинги в один день. Я лично не советую это два однотипных упражнения, поэтому лучше их чередовать поочередно, от тренировки к тренировке. Либо делать гудмонинг со становой тягой и делать румынскую тягу с приседами. Тоже будет хороший вариант. Следующий вопрос. Занимаюсь по вашей рекомендации ступени и посмотрел ваше последнее видео о тесте силовых, о переходе на уровень среднячок. Так вот, вопрос. Мой вес 64 килограмма. Делаю становую и присед на 100 килограмм. Но жим, а дальше не прошло. Друзья, то, что написано в моей статье и в видеоролике о силовых показателях перед тем, как переходить на уровень среднячок, все четко и популярно. Там каждый с любым уровнем интеллекта разберется, когда и какой уровень силовой у него должен быть. И это все то же самое описано и в самих статьях ступени. Так что изучите еще раз, если у вас какие-то вопросы, непонятки. Там все четко и понятно. Можно ли переходить на уровень среднячок? Но, друзья, пока вы не достигнете, постоянно вот эти вопросы приходят, тесты даны для того, чтобы их выполнить, без исключения. Пока вы не можете их выполнить, ни на какой новый уровень переходить не нужно. Следующий вопрос. Если протрузии и грыжа в шее, какие упражнения нельзя делать? Посмотрите, у меня есть видео с опасными упражнениями, которые вообще в принципе нельзя делать. А обязательно найдите видео с гимнастикой для шейного отдела позвоночника и делайте его. Все, что вызывает дискомфорт, даже легкий, от любых таких упражнений следует отказаться. Брусья я делаю с весом плюс 20 килограмм. 5 подходов на 8-6 повторений. Отличный результат. Нужно стараться продолжать работать в том же духе и все будет. Добрый день. Есть ли у вас статьи на тему зона галифе? Вверх уходит всегда на ура, а с ножками всегда проблема. Да, я не раз об этом говорил и в видео, и в статьях. Галифе, друзья, это такая проблема, которая не решается каким-то либо специализированным упражнением. Если мы говорим о махах или еще каких-то изобретениях, это все миф. Вы не сможете как-то воздействовать на это. Есть два варианта, а точнее один вариант, состоящий из двух шагов. Как можно убрать этим галифе? Во-первых, нужно создавать дефицит калорий. Обязательно. Второе и самое главное. Нужно приседать. Приседать очень глубоко, с хорошими весами на 6-8 повторений. Если вы не умеете приседать, то сначала нужно научиться, естественно, приседать. Почему приседания? Вот возьмите сейчас, девчонки, у кого у вас проблемы с галифе, или с ножками, да и с попой вообще в принципе, встаньте перед зеркалом, возьмите себя за ягодицы и приподнимите их хорошенько вверх. Видите, что происходит? Вся зона галифея уходит, стягивается. Понимаете, почему это происходит? Вот почему нужно приседать. Потому что приседание – это лучшее упражнение не только для ягодиц, но и для ног в целом. Поэтому, когда вы садитесь неглубоко, вы целиком и полностью направляете свою нагрузку в квадрицепс. Этого делать не нужно. Недавно одна из моих учениц, как мне пишут опять, почему-то тупит, но я знаю почему. В своих видеороликах говорит о том, что она приседает неглубоко, чтобы задействовать ягодицы и бицепс бедра и не воздействовать на квадрицепс. Поверьте, друзья, это такая тупость и ересь, которую вот мне лично стыдно, как ее бывшему тренеру, слушать. Но я понимаю, почему это происходит. Она просто не может садиться глубоко, это действительно тяжело. И находит отговорку. Но любой здравомыслящий человек, кто хотя бы чуть-чуть касается нашего спорта, знает, что когда вы садитесь неглубоко, и поэтому культуристы многие так садятся, мужики, именно в узкой стойке, неглубоко, чтобы целиком и полностью направлять нагрузку в квадрицепс. Только совершенно безграмотный человек, либо который пытается ввести вас в заблуждение, может нести такую ересь. Так вот, садитесь глубоко, тренируйтесь, приседайте, делайте становые тяги, укрепив свои ягодицы, подняв их, они обязательно подтянутся, потому что мышцы укрепятся. Делая экстензии, гиперэкстензии, вы настолько укрепите, поднимите ваши ягодицы, что качественно улучшатся ваши ножки. И область галифе. Итак, следующий вопрос. Гильотина убивает плечи. Да, друзья, гильотина убивает плечи. Это знают все, кто более-менее грамотен. Конечно же, последователи детского гуру, хотя человек действительно все равно грамотный, ну просто контент у него такой, что привлекает глупых подростков, не понимают того и пишут мне там, что главное уметь делать технику, что что ты противоречишь, это лучшее упражнение по включению грудных мышц. Друзья, лучшее упражнение по включению грудных мышц это отжимание от брусьев. Нету лучше. А то, что гильотина включает больше задействует мышечных волокон в грудной мышце, чем что-либо другое, я не пытаюсь даже оспаривать, мне это не интересно, даже если оно включает на тысячу процентов лучше, чем любое другое упражнение, потому что упражнение гильотина само по себе биомеханически неправильное. С точки зрения кинезиологии движения оно выкручивает плечевой сустав. А что такое плечевой сустав? Грамотный человек понимает, что плечевой сустав это в первую очередь ротаторная манжетка плеча. Именно ротаторы создают сам сустав. И когда вы делаете гильотина при любой технике, при любом весе, друзья, вы настолько растягиваете, убиваете ваш сустав, вы вызываете разрывы в ротаторной манжетке плеча. Поверьте мне, я знаю, что это такое, когда вывернуто плечо, разорвано, у меня разорвано на левом плече более 70%. Так вот, даже когда я просто сижу, это вызывает боль. А тренироваться так вообще просто нереально. Когда я переборщу с жимом лежа, к примеру, у меня разрывается грудная мышца, выходит кровь, потому что сустав не держит. Понимаете, мышца под нагрузкой резко удлиняется, происходят разрывы. Когда я делаю тяги, то у меня, если произойдет такое смещение сустава, происходит разрыв с широчайшей мышцы. Слава Богу, я пока еще не порвался. И, скорее всего, скоро я сделаю операцию, что выбьет меня из тренинга вверх, целиком и полностью минимум на полгода. Что очень не хочется, потому что придется и в хоккей не играть, буду только приседать. Так что, друзья, если вы грамотный человек, вы понимаете, что гильотина убивает ваши дельты. И как бы круто она не воздействовала на ваши грудные мышцы, в этом нет никакого смысла. Повторю, если есть у вас дети у экрана, уберите их. Только последний долбоеб будет делать упражнение гильотина, зная, что оно убивает ваши плечевые суставы. Так, тяга или присед? И тяга, и присед в разные дни. Переходим к следующим вопросам. эфир увеличивает мой отдых между подходами. Хорошая шутка, извините. Дедушке 70 с плюсом. Стоит ему заниматься хотя бы легкими упражнениями? Да, обязательно. И пусть он начнет заниматься именно легко в статодинамике. Это увеличит его здоровье. Причем и самочувствие у него будет лучше. Скажет вам спасибо. Также купите ему настойку левзеи. Егор, что нужно есть за два часа до тренировки? Если она у меня поздно вечером. Друзья, неважно, когда у вас тренировка. Есть два правила. Если ваши медленные углеводы составляют неважно какое количество, то кушать их нужно за два часа до тренировки. И неважно, во сколько закончится ваша тренировка, сразу же до заминки вы должны съесть быстрые углеводы. Это два правила, которые никак не повлияют на жиросжигание. Наоборот, повлияют на него в лучшую сторону. Добрый день. Как пробить жим лёжа? Изначально были сильные застои в приседе и жиме, но сейчас присед уже 180, тяга 200, а жим не растёт. Почти всего лишь 110 килограмм. Вес колеблется в районе 73 килограмм. Для того, кто весит 73 килограмма, у вас очень хорошие силовые показатели. Не знаю правда на сколько это, на одно повторение или на 5-6. Если не растёт жим лёжа, у меня есть много статей и видео, как пробить их. В первую очередь попробуйте переходить на систему периодизации. То есть тренируетесь на силу, а на силу вы знаете, да, тоже 3-4-5 разных вариантов тренинга. Неделю. Неделю тренируетесь в статодинамике, которой тоже 5 разных вариантов тренинга. И вот так, чередуя статодинамику с силовым тренингом, вы пробьёте любой застой. Причём, как в массе, так и в силе действует это правило. Что нужно понимать? Что работать в отказ нужно будет только в статодинамике. А вообще, запомните правило. Тот, кто тренируется на силу, никогда не тренируется в отказ. Отказ убивает силу. Я об этом говорю постоянно. Помните об этом. Ещё есть хороший вариант, но он требует определённого включения головы, потому что не каждый почему-то решается на это. Нужно отказаться от жима лёжа целиком и полностью на 3 месяца. И делать только отжимания от брусьев и жимы гантелей. И когда вы вернётесь к жиму лёжа, вы будете удивлены, насколько сильно спрогрессируете уже с первой тренировки. В инете море информации непонятной вода одна. Согласен? Многие и мои ролики воспринимают как воду и ересь. Ну, у каждого своё мнение. И он имеет полное право на это мнение. Спасибо огромное за ответ. Прислушаюсь к вашему совету. На здоровье, друзья. Итак, ещё пару вопросиков и будем закругляться. Снимите видео о локальном жиросжигании, пожалуйста. Друзья, у меня есть статья о локальном жиросжигании, есть видео, посмотрите, изучите. Но сначала настоятельно рекомендую изучить именно статью. «Сколько нужно делать упражнений в одной тренировке и по сколько подходов?» Хороший вопрос. На него есть у меня не одно видео, есть статьи. Изучайте, друзья, потому что здесь на него развернуто не ответить. «В какое время суток лучше заниматься в тренировочном зале?» Хороший вопрос и на нём, друзья, остановимся, потому что мне солнце уже нажарило спину, хочется немножко позагорать и лицом, как говорится. Но все ваши вопросы обязательно, если они важны для вас, оставьте в комментариях под этим видео на YouTube, а оно выйдет либо под любым другим видео, либо в группе ВКонтакте и я обязательно на них отвечу, а возможно сделаю статьи и видеоролики. Итак, лучшее время для тренинга. Как говорит большинство исследований, не знаю правда как и на какой базе они проводились, но с точки зрения биоритмов человека лучше всего заниматься, я не буду называть время, потому что все мы встаем и ложимся в разное время. Я скажу вам временной промежуток, который я знаю точно. Так вот, лучшее время для растяжки это 10-12 часов после пробуждения. Логически подумав, понятно, что это примерно перед сном получается. Лучшее время для силовой тренировки это примерно 4-5 часов после пробуждения. Запоминайте эти цифры и старайтесь подгонять их под себя. Но если у вас не получается, то тренируйтесь в то время, когда возможно, потому что тренировка всегда лучше, чем нетренировка. Друзья, спасибо, что были с нами. Надеюсь, ответил развернуто на ваши вопросы, на которые успел. Вопросы, повторяю, которые не успел осветить, обязательно оставляйте в комментариях. Всем пока! Увидимся, как всегда, в тренажерном зале! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok